Дорогие друзья, всем большой привет! На связи Виталий Сергеенко. Сегодня разбираем, что там происходит с ведущими компаниями Apple, Amazon, Google, Facebook, почему они в моменте снизились и что там за расследование грозится антимонопольная служба на них сделать. Поэтому давайте будем начинать. Итак, у нас сегодня очень интересная тема. Вот прошла такая новость на многих интернет-ресурсах, что Apple, Google и другие монстры попали под молоток, скажем так, антимонопольных расследований в США. И мы видим, что сильнее всего пострадали как раз Google и Facebook. Как не удивительно, сейчас посмотрим графики и соответственно на Google и Apple обратили внимание Министерство юстиции, а на Amazon и Facebook торговая комиссия федеральная. Но по поводу Facebook уже давно ходили слухи и их прижимали по поводу слитой базы. А вот то, что Google и Apple начали прижимать, это что-то новенькое, интересное. Хотя меня удивляет правительство Соединенных Штатов, которые закрывали глаза и не видели долгие годы таких монстров, да, там такие компании, которые просто владеют рынком и распиливают его. И здесь им показалось, что ах, вот наконец-то вроде бы какая-то там монополия образовалась, и давайте типа с ней разберемся и выставим им штрафы и так далее. То есть это очень удивительно. Давайте перейдем в терминал, посмотрим сначала на индекс, который привязан к S&P 500. Мы здесь видим, что в принципе S&P последнюю неделю снижался, да, здесь скорректировались с 262 на 252 и сейчас подскочили. Особенно в конце прошлой недели, в понедельник, да, мы увидели, что движение было такое нисходящее, тем более, когда прошла вот эта новость, которая касалась наших замечательных компаний, да, мы видим, что вот был просто такой красный фон, и в моменте там Facebook упал на 7,5%, тот же Microsoft пострадал 3%, Amazon 4,6%, то есть, ну, просто очень сильное такое падение по всем, в принципе, фронтам, да, Alphabet, материнская компания Google 6%, то есть это действительно такой серьезный удар. Но вот сегодня, вчера и сегодня мы видим, отрастает цена. Какая есть надежда и какой есть вариант, мы поговорим чуть дальше. Давайте пока рассмотрим сами акции. Мы видим, что Google здесь падает сильнее всего, он уже с 1300 упал практически на 1000, 1030, то есть очень приличное снижение 30% для такого гиганта, и мы видим, что компания еще и вот на этих новостях, да, вот фоном по антимонопольной такой истории, она начинает достаточно серьезно валиться дальше, то есть именно Google сейчас выглядит, я считаю, слабее всего, здесь нужно ждать, что в ближайшее время будет, потому что здесь может быть вплоть вот до сюда падение, то есть заход за 1000, 995 или кально 1000, и дальше нужно смотреть, то есть вполне может быть вот на таком негативе, и вот Google слабее всего сейчас здесь реагирует, даже на некий позитив не отзывается, да. Facebook также один из лидеров падения, мы видим, что Facebook тоже снижается, еще недавно был 197, сейчас уже 165, и также Facebook прижимает достаточно сильно, и уже давно, теперь и антимонопольная служба, да, до этого, насколько я помню юстиция, вот как раз по поводу слитой базы клиентов, очень много высказывалось по поводу Facebook, и вот сейчас мы видим на графике этот риск реализуется, и компания, акции компании снижаются. Здесь ориентир для снижения 160, то есть ближайший вот этот уровень достаточно такой ключевой, интересный, и дальше значение 145, 150. Мне очень нравятся акции Facebook, я сам один из тех инвесторов, кто держит эти акции, вот, и поэтому я думаю, что здесь, несмотря на вот этот негатив, есть много позитивных моментов, и акции не должны сильно провалиться здесь. Что касается Apple, мы видим, что Apple один из первых отскакивает, здесь уровень был как раз 170, целое число где-то 174, и вот этот уровень мы нашли, и сейчас котировочка подрастает. Давайте поговорим о Apple. Что касается Apple именно, да, то там есть несколько позитивных моментов. Первый позитивный момент, что у них на днях как раз вышел новый iPod, да, и там нового поколения, со всеми наворотами, и в принципе пока что его критики, там, эксперты приняли неплохо, и есть ожидание, что возрастут продажи, и будет достаточно активно и интересно покупать вот этот новый продукт от Apple. Также и на Apple, и на всех наших гигантов должно в моменте позитивно повлиять то, что недавно сказал Пауэлл, это председатель ФРС, глава, он сказал, дал намек такой, что ФРС на ближайших заседаниях готова понижать процентную ставку ключевую, и это, безусловно, положительный такой момент для фондовых рынков, для рисковых активов, и рынок в основном, мы это видим и по, допустим, S&P, да, который растет второй день, мы это видим и по акциям Apple, начали отскакивать второй день подряд, сегодня вообще открылись с гэпом, и многие компании вчера особенно росли, вчера, это 4 июня, да, росли по 2-3% за день, что достаточно неплохо. Что еще? Еще прошла новость по поводу Мексики, Трамп всем объявляет там торговую войну, но вот Мексика сказала, что возможно они смогут каким-то образом избежать повышения торговых пошлин до 25%, смогут с Трампом на США договориться, и это также рынком, инвесторами воспринимается, как такой позитивный момент, интересный на рынке, да, в том числе технологические акции могут немножко отыграть это наверх и не провалиться ниже. Вот так выглядит дневной график Apple, если мы посмотрим внутри дня, видите, у нас здесь шел такой достаточно серьезный нисходящий тренд, да, и вот в моменте здесь пробили, гэпнули выше даже на хорошем объеме, и в принципе котировка, ну, закрепилась выше локального здесь уровня, я думаю, что неплохо здесь акции себя чувствуют, и могут потихонечку прогуляться там на 190 и выше в ближайшее время, если вот какой-то еще негатива много не будет, и опять какой-то волны негатива не пройдет по данным акциям и по рынку в целом, здесь даже рынок в целом сейчас важнее, потому что видите, что происходит, начинают бить там лидеров, весь рынок падает, и четыре подряд компании попали под удар. Что еще из интересного, Amazon, Amazon тоже выглядит не так классно, как Apple, да, то есть он ближе где-то к Facebook, здесь снижается, сейчас 1715 цена, и естественно здесь ключевой уровень где-то располагается в районе 1680, 1650 я бы взял, это то, что ближайшие цены, и нужно будет посмотреть, как цена будет работать с этим уровнем, здесь из техники неплохо будут работать именно уровни, да, и нужно смотреть, конечно, что там происходит по объему, да, давайте посмотрим, вот же Amazon, я вам не показываю, допустим, там Facebook или Google по объемам внутри дня, потому что там в принципе убивают его сейчас, нет смысла глобального смотреть внутри дня, да, тем более в рамках, если мы говорим именно Admiral Markets, да, вот, как бы в содружестве с кем я записываю данный вебинар, то я вам рекомендую, если эту платформу, да, через MT5 покупать акции, то есть не CFD, не споттеры, но как именно реальные акции, реальные активы, ссылочка будет под этим видео на, можете открыть тема, попробовать счет, да, то есть тут без плеча, и здесь только ланги, только покупки, шорты, это все-таки для более профессиональных участников, кто понимает, что делает, кто готов брать, там, плечи, торговать маржинально, здесь же вам рекомендация, именно если вы начинаете разбираться с акциями, то не брать, там, плечи какие-то, не шортить, а лучше подбирать после падения эти акции, да, и здесь точно так же, поэтому если мы посмотрим дневной график Amazon по объему, мы видим, что здесь серьезно продавали на новостях, да, вот здесь с 1755 на 1690 слетела акция, то есть 60 долларов, достаточно прилично, порядка 4%, и вот сегодня тоже, немножко вчера на позитиве восстановились, но сегодня начинает опять придавливать все-таки негатив. Если мы посмотрим, допустим, часовой график, то здесь пока ничего не понятно, да, объемчики какие-то проходят, вот сегодня медвежий объем, вот сейчас на часовке, там, на открытии, да, то есть достаточно негативный сигнал, американцы открываются, вот, но опять же мы видим и понедельник здесь продавали прилично, вот вчера отросли, но сегодня опять идет движение вниз, то есть здесь пока ситуация выглядит по медвежьи, и я думаю, что могут, тот же Amazon, могут действительно прижать посильнее, где-то, ну вот диапазон, про который мы говорили, да, как раз, то есть вот он ключевой, ключевой диапазон, 1640 где-то, 1680 плюс-минус, это то значение, куда может здесь цена скорректироваться за ближайшую неделю, допустим. То есть видите, неоднозначная картина, бьют даже таких титанов, лидеров рынка, там, которые, там, в топ-10 входят самых дорогих компаний, акций растущих, то есть их даже побивают камнями, то есть Facebook очень сильный удар здесь пропускает, вот поэтому будьте предельно внимательны, потому что вот когда идет такие новости, да, особенно какая-то возня, там, с антимонопольными расследованиями и так далее, то это, конечно, большой негатив, но с другой стороны, по всему рынку, вот на днях прошел все-таки позитив, что снижают ставку и могут по торговой войне договориться, это достаточно неплохой позитив для этих рынков, поэтому присмотритесь. Ну вот сегодня такие были идеи, друзья мои, если вам понравилось это видео, было полезно, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои положительные комментарии, еще раз ссылочка, попробовать этот тип счета в описании, можете перейти, открыть деймо счет, посмотреть, как это работает, счет всего, по-моему, от 500 долларов открывается, и вы можете попробовать вот этот счет от Admiral Markets как начало в своей карьере трейдера на фондовом рынке, да, с небольшого депозита. Всем большое спасибо за внимание и увидимся в следующих видео. С вами был Виталий Сергеенко и вам большое спасибо за ваше внимание, за ваше время. Всем всего доброго, всем пока.